Доброе время суток, товарищи! Это видео будет вступительной частью к теме анимационной хореографии в Source Engine. Говоря доступно, она является совокупностью лицевой и скелетной анимаций для имитации монологов и диалогов между NPC. Поехали! Прежде чем научиться создавать новую хореографию, вы должны разобраться, как работать с уже существующей. Сегодня мы лишь едва заглянем в специальный редактор FacePoser, который, как Valvehammer, вы можете найти в папке BIN вашей игры, в нашем случае Garry's Mod. Наша первостепенная задача – познакомиться с новыми сущностями Valvehammer и научиться правильно работать с ними. Зачастую, когда нужно проиграть анимацию для NPC, люди используют такую сущность, как Scripted Sequence. А если необходимо, чтобы актер открывал рот и произносил слова, то помочь может вторая сущность – Scripted Sentence. Однако, здесь есть свои недостатки. Вы не сможете управлять взглядом, направлением головы говорящего, а его мимика будет абсолютно безэмоциональной. Вот такой. Не очень правдоподобно выглядит, правда? Кстати, для перенаправления NPC из точки А к точку Б, вы можете использовать такие сущности, как I-Scripted Schedule или Pav Corner. Но сегодня не о них. Да, пожалуй, сегодня мы поговорим о такой замечательной сущности, как Logic Choreographed Scene. Ее предназначение – проигрывать заранее написанные в программе FacePoser хореографические сценарии. В свойствах сущности требуется указать путь к нужному файлу сцены, а также имена актеров. Они должны совпадать с именами, указанными в FacePoser. Если сейчас открыть список сцен, то можно обнаружить, что их по сути нет вовсе. А все почему? Потому что разработчики посчитали их наличие необязательным для простых мапперов. Файлы вшиты в специальный контейнер SynthImage, который, в свою очередь, вшит в VPK, и который не читаем для редактора Hammer. А в Garry's Mod даже этого контейнера нет в списке базового контента, так что самый простой путь – это скачать исходный код Source Engine 2007 или 2013 года из интернета, и оттуда взять папку Synth с VCD файлами. Если все было сделано правильно, то при последующей загрузке редактора Hammer появится большой список сцен, которые можно предварительно послушать. Вам останется лишь выбрать файл, указать имя актеров, и сцену можно использовать на своей карте с помощью output команды Start. Предвижу вопрос, а как узнать имена актеров? Отвечаем. В VCD файлы можно редактировать текстовым редактором и найти графу Actor, в которой будет указано нужное вам имя. Это, конечно, ленивый метод, но работающий. Посмотрим, что вышло. В последующих роликах мы будем учиться работать непосредственно в редакторе FacePoser. Напоследок пару советов. Если вдруг у вас не открывается редактор, то можете взглянуть на наш ролик на тему VProject, либо создайте текстовый документ и впишите в него следующее «Ибя файла», «Минус гейм» и «Полный путь до файла гейминфо». Сохраните и превратите файл в батник. После все должно запускаться. Чтобы загрузить в редактор существующую сцену, обратитесь ко вкладке «Хореография». После правки файла его нужно сохранить и отребилдить контейнер для всех VCD файлов. Подписывайтесь на наш пусте, чтобы первыми смотреть наши ролики и получать дополнительные материалы из них. А на этом все. Удачи! Самодачи!